Угличане ПЕСНЯ 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 Они отдали свою жизнь не просто так, они отдали свою жизнь за вас. Давайте будем помнить. Дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить наших героев, отдать дань памяти за их вечный подвиг, за то, что они, не щадя своей жизни, воевали за нашу Лодину, за наш народ, и, в конце концов, за нас с вами, чтобы мы могли быть цивилизованной, свободной страной, чтобы у нас росли счастливые дети внутри, чтобы мы никогда ни перед кем не склоняли голову, кроме как перед нашими героями. Пока мы помним, мы сильны. Пусть не скудеет наша память. Военных горьких лет, сын, пускай навеки будут с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Земля тщательно доросила свои раны, окопы и траншеи она покрыла цветами и колосистой рожью. Но благодарная память человечества будет вечно помнить подвиги наших отцов и дедов. Очень важно сохранить эту память, и пока она жива в наших сердцах, пока мы с вами приходим к этому памятнику и к другим памятникам, мы помним, а значит, мы помним свою историю, своих предков, дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, тех, кто сделал все, чтобы мы с вами жили под мирным небом, жили, радуясь этой жизни. Помните, это самое главное. Уважайте и чтите тот подвиг, который совершили наши воины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девятого мая в Парке Победы прошел траурный митинг, с участием представителей всех поколений. Главным событием стало открытие двух мемориальных плит на Аллее Славы, посвященных героям Советского Союза Константину Павловичу Левашову и Василию Васильевичу Васильеву. Инициатором установки памятных плит стал улический краевед Алексей Кулагин. Капитан Василий Васильев родом из Владимирской области. Командовал эскадрильей 42-го полка 36-й авиадивизии 8-го авиационного корпуса авиации дальнего действия. Погиб 8 сентября 1943 года после выполнения боевого задания, уничтожив три вражеских эшелона. Похоронен в селе Василево и Линского сельского поселения. Звание Героя Советского Союза удостоен посмертно. Полковник Константин Левашов, уроженец Мышкинского района, во время Великой Отечественной войны командовал полком в составе Третьего Украинского фронта. Отличился во время освобождения Югославии. Звание Героя Советского Союза удостоен за образцовое выполнение боевых заданий, за проявленные мужество и героизм. На фронт призывался угличским военкоматом. Послевоенное время жил в Угличе. Меня задевала всегда одна вещь. На нашей земле лежит Герой Советского Союза. Он похоронен в последний его дом. Естественно, надо увекометить его память. Это я говорю Василию Васильевичу Васильеву. Похоронен в селе Васильево. А погиб он в деревне Мертвикино. Смотрите, какие названия. Все как-то это сопоставимо. А вот Левашов Константин Павлович, он жил на улице Ростовской, дом 50. То есть земляк это наш. Однозначно. Ушел в армию он из Углича. Из Угличского районного военного комиссариата. Был призван. Но уже кадровый военный стал. Большое вам спасибо. Тем всем, кто сотрудничал в этом деле. Потому что очень сложное дело. И сделать вот такое. Ну совершенно непросто. Поверьте. Пускай эти герои не наши земляки. Но их жизнь связала с нашей Угличской землей. И они вливаются в нашу большую семью. Вот уже 76 лет мы живем по телевизам. Никто не забыт и ничто не забыто. Да, действительно нет в нашей стране семьи, по которой не прошлась бы эта страшная война. И память о тех событиях бережно хранится в каждой семье. И сегодня мы вспоминаем тех бойцов, солдат, которые завоевывали победу ценой своей жизни на полях сражений. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ковал победу в тылу. Мы говорим о тех, кто восстанавливал из руин разрушенное войной хозяйство нашей страны. Сегодня день великой памяти. Сегодня день великого подвига. И он в каждом из нас. Над Угличской землей немцы пытались воздушными атаками поразить Угличскую ГЭС. Стойко защищало небо над Угличем 62-й отдельный артиллерийский дивизион противовоздушной обороны. Мы в неоплатном долгу перед великими героями нашей Родины. День Победы ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, с силой духа и преданностью Родине. Солдаты Победы наполнили историю страны и своей малой Родины своими великими подвигами и именами. Они в действительности, в прямом смысле этой фразы, прошли сквозь огонь и воду, не жалели себя, жертвовали своими жизнями и своим здоровьем. Они боролись за светлое небо, за светлое будущее нашей страны и всего мира в целом. Сохранить память о них — наш долг. Победы ассоциируется прежде всего. Победы ассоциируется прежде всего. Победы ассоциируется прежде всего. Победы ассоциируется прежде всего. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Нет в нашей стране праздника пронзительнее и трогательнее, чем 9 мая. Сегодня наши сердца соединяет общая память и общая радость победы, чувство патриотизма и гордости за отчизну, за поколение победителей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и кровополитной войны в истории человечества. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Передавайте, передавайте, передавайте вашу живую память о войне, о высокой цене победы подрастающему поколению, пока жива память, будет сильным и наше государство. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Основные праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, традиционно проходили в центральной части города. На главной сцене состоялась вокально-хореографическая композиция от героев былых времен с участием коллективов и исполнителей Дворца культуры, Дома детского творчества, Детской музыкальной школы, Центра внешкольной работы, Центра досуга «Зеленая роща», Средней школы номер 5, имени 63-го Угличского пехотного полка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...